Представитель первого региона Виктор Прочини завоевал сразу две золотые медали в весовой категории свыше 80 кг на Кубке мира по армрестлингу в Бреши, Италия. В коллекции спортсменов это 49-е и 50-е золото, соответственно, завоеванное на спортивных турнирах мира и Европы. С 8 по 10 марта в итальянской Бреши состоялся Кубок мира по армрестлингу. Я завоевал по пармрестлингу две золотые медали в весовой категории свыше 80 кг. То есть это уже 49-я и 50-я медаль с чемпионатом Европы мира и Кубка мира. Всего у меня 77 медалей. Я боролся в финале на левую руку с представителем Индии, на правую руку с итальянцем. Также были из Болгарии, Румынии, Хорватии, еще там несколько стран. Из-за сложной геополитической ситуации запрета белорусским и российским спортсменам выступать на мировых соревнованиях под своим национальным флагом, Виктору пришлось выступать в нейтральном статусе. Но уже при подготовке к состязанию он ощутил поддержку от друзей, семьи и местной власти. Я был единственным представителем от Белоруссии, как говорится, один в поле воин. На соревнования мне отправили, это Брестский област, полковник управления спорта и туризма полностью профинансировал. Также поддерживают подготовкой спонсоры в полном мире, конечно же, своих возможностей. Также, как обычно, хочется выразить благодарность, передать привет Юрию Николаевичу Шулейко, наш писатель областского кома, который, я знаю, лично курирует мои выступления. И благодаря его поддержке я сейчас могу без проблем выезжать, несмотря на все, скажем так, припоны, которые у нас есть, представлять страну. Надеюсь, что очень достойно. Спортсмен тренируется регулярно, ведь нынешние победы – это только начало спортивного сезона «Амрестлера». Однако он отмечает, что пока не может бороться в полную силу. Несколько месяцев назад Виктор перенес операцию на локоть правой руки, и для полного восстановления нужно еще несколько месяцев. Я полгода назад сделал операцию на правый локоть. Сейчас немножко пришлось фальсировать подготовку, чтобы выступить на Чиканаде, на Кубке мира. Но, в принципе, все прошло хорошо. Я доволен результатом. Следующее соревнование – это чемпионат Европы в мае состоится, в Братиславе, в Словакии. Буду смотреть по состоянию, как руки себе, насколько они мне разрешают принимать счастье. Ну и главный старт, конечно же, это Молдова-Кишинев в середине августа чемпионат мира. Сейчас Виктор Брачене ставит перед собой новые цели, готовится штурмовать новые вершины и, конечно, занят организацией ежегодного Кубка. Вы знаете, в пятницу уезжаем с командой на Чиканад Беларуси, который состоится в Новополоцке. Среди мужчин и женщин. После этого, скажем так, будет небольшое затишье. 20 июля я проведу свой турнир на свои призы, поэтому я думаю, что еще больше ребят со всей Беларуси. Возможно, жду приезда россиян, чтобы уже получится международный турнир, международного формата. Я тоже расту, есть свои задумки. Надеюсь, что также поддержат спонсоры, чтобы сделать, у меня же там отличительная черта, что награждается не только первая тройка, но также малыми медалями 4, 5, 6 место. То есть это является, скажем так, мотиватором для молодых спортсменов, которые могут приехать, принять участие и также завоевательными медалями. Вот после турнира для некоторых это были там за 5-6 место первые медали в их жизни. То есть они действительно сказали, что в следующем году мы приедем за большими медалями. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Левантович, Новости Бреста.